Доброго утра вторника, дорогие друзья! Здравствуйте! Вы смотрите программу «Наше утро» в студии Алексей Римман и Екатерина Рожкова. По традиции, пока вы завариваете чай или кофе, а может быть просто неспешно собираетесь на работу, мы вам расскажем об интересных новостях. На днях в Циолковском откроется персональная выставка главы закрытого города Сергея Левицкого. Называется она «Под покровом Богородицы». Сергей Левицкий больше трех лет занимается написанием икон. Собственно, их он и представит. Всего будет 40 образов. Впервые свою работу он показал в 2019 году. На этот раз выставка станет благотворительной и все иконы вы, уважаемые телезрители, сможете купить. Ну а вырученные средства будут направлены на помощь детям. Вот такое хорошее и доброе дело вы сможете сделать. Ну а пока мы вам расскажем об анонсе выпуска. Итак, сегодня в нашу студию придет школьница, которая спела для Владимира Путина. Лиза Долженкова стала победительницей всероссийского конкурса «Большая перемена», который прошел в Артеке. Сегодня чуть больше вы сможете узнать об обновленной красной книге Амурской области, ее авторах и о тех животных, которые попали на ее страницы. В исторической рубрике напомним, как благовещенские лечили собак от ожирения. Напомним, условия конкурса ко дню рождения нашего телеканала «Смотришь АУТВ? Покажи». Ну а теперь предлагаем ознакомиться с основными новостями Амурского региона. Новости продолжит наш эфир. Наше утро вернется буквально через 10 минут. Наше утро продолжается 17 ноября. Уже на календаре о праздниках дня сегодняшнего поговорим прямо сейчас. Международный день студентов отмечается 17 ноября. Учредили этот праздник еще в 1941 году, а впервые отметили в 1946, после подтверждения на Всемирном конгрессе студентов. Инициатива принадлежит слушателям вузов тех стран, которые активно боролись с фашизмом. Сейчас же Международный день студентов ассоциируется с молодостью лет, каким-то праздником, талантами и отмечается во многих странах мира. Но у нас в России традиционно День студентов отмечается 25 января. Ну, конечно, когда каникулы, да, чтобы спокойно отметить. Кроме этого, сегодня еще отмечается День участковых уполномоченных полиции в России. Ну или, попросту говоря, День участковых. Кстати, есть даже статистика, что каждое второе дело участковые раскрывают. Собственно говоря, вас мы поздравляем с праздником и благодарим за спокойствие, точнее, и за безопасность. Если говорить о необычных событиях, 17 ноября в Италии отмечают День защиты черных котов. Ежегодно в мире пропадает несколько десятков, а то и сотен черных котов, вот в одном только Риме. Хозяева теряют в год 15 тысяч черных котов. Не знаю, откуда такая статистика, но, по-моему, очень много животных пропадает. И поэтому решили учредить вот такой праздник в их защиту. Поэтому берегите своих домашних пушистиков. Вообще, как можно что-то сделать с котиками? Всех котиков нужно защищать и оберегать. Они все молодцы и все красавчики. Не только черные, да. Даже черные, все молодцы и все красавчики. А еще 17 ноября отмечается День знакомства с новым чаем. Вот сейчас, когда мы живем в современном мире, столько разных вариантов и вкусов чаев продается в магазинах, так что можно каждый день пробовать что-нибудь новенькое, за месяц ни разу не повторится. Так что отправьте сегодня в магазин и купите что-нибудь необычное. Да, вот я хотела спросить у тебя, ты вообще за чай или кофе? Я за чай, наверное, больше. А ты? Пакетированный или принято заваривать? Ну, наверное, пакетированный, времени заваривать нет. А ты? Вот так. Так что это праздник, мне кажется, для тебя. Нет, я очень люблю чай заваривать, когда особенно на это есть время. Люблю молочный улун, а недавно для себя открыла вот чай ромашковый. Ну, пока наши коллеги будут рассказывать о событиях дня сегодняшнего в истории Амурской земли и День истории, мы с тобой попьем чаю, окей? Окей. 17 ноября в Благовещенске выпал долгожданный первый снег. Синоптики отмечали рекордное потепление в первой декаде ноября. Ранее столбик термометров при Амурье не поднимался выше нуля в ноябре. Температура воздуха в этом месяце в 2011 году достигала отметки плюс 11 градусов. В Архаре и вовсе было до плюс 13. На улицы Благовещенска вышли 150 спасателей и пожарных. Очищали дороги от последствий снегопада. Гололед привел к увеличению числа ДТП и травм пешеходов. МЧС расчистили подъезды к школам и детским садам, а также тротуары. Для устранения последствий снегопада губернатор организовал специальный штаб. 144 свечи в память о жертвах ДТП зажгли Благовещенцы на площади имени Ленина. Такое же количество белых шаров выпустили в небо. Выбранное число соответствовало количеству погибших на дорогах города. Аналогичные мероприятия в этот день проводили по всей России. В областной столице в нем приняли участие горожане и курсанты ДВОКУ. В Свободном торжественно вручили ключи от новых квартир 47 жителям города. Новый дом был построен для переселенцев из аварийного фонда. 21 семья смогла переехать из деревянных бараков в благоустроенное жилье. Поселились в однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры в трехэтажном здании. В Благовещенске открылся фитнес для собак. Делали упражнения для похудения и укрепления мышц. Некоторых питомцев готовили к соревнованиям. На занятия приводили как щенков, так и взрослых особей. Учили держать равновесие с помощью специального инвентаря. Худеющих животных мотивировали не лакомствами, а любимыми игрушками. Год назад Амурскому областному телевидению исполнилось 10 лет. У нас было большое массовое такое интересное, красивое событие. В этом году хотели тоже отметить, но, к сожалению, не получается. Но ничего, мы не унываем, поэтому мы придумали конкурс, в котором может принять участие абсолютно каждый. Называется он «Смотришь АУТВ? Покажи». А вот об его условиях мы сейчас вам расскажем. Условия конкурса. Размещайте в своем инстаграм-аккаунте фото, где вы смотрите АУТВ по телевизору, на телефоне, на сайте или в ютуб-канале. Обязательное условие – наличие нашего логотипа на вашем фото. Укажите, из какого вы населенного пункта, село, город, район и напишите поздравления для нашего телеканала. Обязательно под фото поставьте хэштег «Смотрю АУТВ 2020». Ваши фото и поздравления также принимаем на редакционный WhatsApp 8-914-596-4040. Итоги конкурса подведем 23 ноября. Ну а самые душевные обязательно опубликуем в новостной лете инстаграм. Следите за нами. Смотрите Амурское областное телевидение в кабельном эфире на 21-й кнопке круглосуточно, в цифровом эфире на 9-й кнопке от ТР с 6 до 9 и с 17 до 19.00. Погода в нашем регионе непредсказуема. Никогда не знаешь, когда придет очередной циклон со снегопадом или сильными морозами. Но пока ноябрь радует нас относительно теплыми температурами, и синоптики на день сегодняшний не обещали никаких осадков. То есть будет тепло и солнечно. Так ли это еще проверим? Вы одевайтесь теплее и смотрите актуальный прогноз погоды на нашем телеканале. В Амурской области обновили данные красной книги. Напечатали ее в небольшом тираже, чтобы передать в библиотеке. Так вот, о том, как она формировалась, создавалась, какие туда попали растения и животные, нам расскажет член редакционной коллегии Сергей Петрович Глушенко. Доброе утро. Доброе. Здравствуйте. Сергей Петрович, расскажите, как вообще красная книга у нас в Амурской области существует? Красная книга Амурской области – это тот документ, в котором как раз отражены все наши редкие растения, животные, которые обитают на территории нашей Амурской области. И благодаря этому изданию, оно является официальным, это издание, наши жители и вообще ученые могут ознакомиться с перечнем таких видов. Сам перечень утверждается постановлением правительства Амурской области, и он периодически обновляется. Но печатные издания гораздо реже возможность появляется их издавать. Первое издание «Красные книги», такое более обстоятельное, было у нас в 2009 году. И вот с тех пор прошло больше 10 лет, и возникла необходимость обновления этой книги, что мы и сделали. В прошлом году была проведена большая работа, и в этом году она была продолжена. Большое участие тут надо отдать должное и сказать спасибо Дальневосточному государственному аграрному университету. За помощь, да? В сборе данных? И ректору, и проректору Сенчику Александру Васильевичу, который как раз явился редактором, главным редактором этой «Красной книги». И, в общем-то, люди вдохновенно, так сказать, работали над ее содержанием, и педуниверситет активно участвовал, и ботанический сад, институт. Ученые многие, даже находящиеся за пределами нашей Амурской области, начиная от Санкт-Петербурга и заканчивая Владивостоком. Из разных краев, кто имел отношения, имел сведения об этих видах, которые здесь обитают, они отозвались, принимали участие. В том числе наши заповедники федеральные, которые существуют на территории области, тоже все ученые участвовали. Так что круг достаточно большой был. То есть команда, получается, большая, работа тоже не маленькая. А можно мы телезрителям покажем размер «Красной книги» о Амурской области? Казалось бы, да, ну вот, ну чему тут, березы и все. Вот какой размер этой книги, чтобы вы понимали, толща мои руки раза в два или в три. И шрифт достаточно мелкий, что говорит о том, что информации здесь достаточно много. А как животные и растения попадают в нее? Кто следит за этим? Кто фиксирует, да. Какое растение вдруг стало редким и должно попасть в «Красную книгу»? Здесь прям целый раздел. Вот я почему и сказал, что здесь принимали участие ученые из разных, будем говорить, властей. То есть специалисты, которые реально представляют о состоянии вот этих видов, которые занесены сюда, в том числе и животных, и растений. Мы вот часто не обращаем внимания на насекомых, которые окружают нас. Где-то они неприятности доставляют кому-то, либо наоборот повосхищались бабочкой. А она, возможно, краснокнижник. Да, она вполне, возможно, краснокнижная. Также и птицами как-то вот мимолетно так глянули. Но когда мы начинаем листать эту «Красную книгу», мы можем там найти наших знакомых животных. Которых мы видим в обычной жизни. Конечно. И вот люди, многие с удивлением, открывая «Красную книгу», находят «О, а мы же не знали, что это «Красная книга». А у нас тут на балконе такое живёт. И вот ходили, собирали грибы, например. Вот гриб, ежовик грибенчатый. Или в простонародье его называют «Дедушкина борода». Многие мимо не проходят, его срывают, этот гриб кладут себе в корзинку. А он оказывается краснокнижным. Потому как он… Вот так вот он выглядит. А на самом деле он занесён в «Красную книгу», потому что есть тенденции к сокращению места его обитания. И, соответственно, можно получить большие неприятности, если вдруг… Кстати, этот гриб я видела один раз. Мы были в Новобурейском районе, там есть экотропа. И вот там встретился этот гриб. Показывали, да? Да. А я вот хотел узнать, представители, какой группы больше в данной книге? Больше у нас краснокнижных животных или растений или грибов? У нас тут три категории – животные, растения и грибы. Или птицы ещё. Да. И, конечно, тут надо отдать должное. Вот это зелёным цветом выделены как раз это растения. Вот видите, всё же так, если посмотреть по толщине… По соотношению, то растения… По соотношению, то растения… По соотношению, то вот у нас видно, что… Больше. Покажу тебе зрителей. Сколько растений… А вот у нас вот, если видно… Ага. Да, тут, ну, прям растений больше всех, да? Они у нас прям занимают большую часть этой книги. А где можно взять, почитать? В библиотеках, да? Во-первых, эта книга в широком доступе находится на нашем сайте. В электронном формате есть, да? Управление по охране животного мира. Можно открыть сайт, найти там раздел «Красная книга», и она в электронном виде там есть. Можно найти о любом представителе «Красной книги» там информацию. Читайте, господа. Много интересного. Как минимум, просто картинки посмотреть и действительно увидеть что-то знакомое. Какие-нибудь грибы или, может быть, каких-нибудь животных. Да, да. И возникают как раз эти вопросы в том, что вот правильно вы сказали о том, какие виды заносятся, какие не заносятся сюда. Вот у нас, например, на территории Амурской области была занесена в Красную книгу утка косатая. Косатая утка. Ее многие охотники знали и сейчас знают, но не все знают, что численность ее сокращается и порой попадает под выстрел. Хотя, в общем-то, мы здесь первые. Вот обратил внимание наш орнитолог дальневосточный Дагенцов Василий Антонович на эту тему. И, в общем-то, по его инициативе поддержали другие ученые. Включили эту утку косатую в Красную книгу Амурской области. Но буквально вот в этом году была обновлена Красная книга Российской Федерации. И мы увидели, что эта птица попала уже в Красную книгу Российской Федерации. То есть, не только Амурской области, а уже и выше. Да, да. То есть, тенденцию мы здесь, так сказать, вовремя уловили, что надо эту уточку сохранить. Потому что происходят разные, так сказать, события в жизни, допустим, этих животных. На них влияют какие-то, может быть, промышленные разработки, может быть, какие-то природные явления, катаклизмы на сокращение или, наоборот, на увеличение численности. Поэтому надо вот эти механизмы своевременно уловить и принять соответствующие меры. Ну, можно же сказать, что эта книга будет полезна всем грибникам и охотникам, перед тем, как отправляться в поля, посмотреть, кто там может встретиться. И, допустим, на этих, условно, птиц охотиться не стоит. Безусловно. И грибникам, и охотникам, и вообще всем, кто посещает леса, поля, следует почитать эту книгу, тем более, что доступ есть. Потому что многие же приходят, увидели красивые цветы, а как из них не сделать букетик, например. И в первую очередь попадают как раз, вот, например, краснокнижные цветы. Вот венерин башмачок, да? Он очень симпатичный цветок, большой, и все с удовольствием хотят сделать из него букетик. Вот, это похож на ирисы, да, цветы? Нет, они небольшие, но цветки сами крупные у них. А они достаточно редкие, и поэтому занесены в Красную книгу Амурской области. Поэтому их собирать не надо, делать из них букетики не стоит, потому что они редкие. Наверное, хочется единственное сказать всем нашим телезрителям, будьте добрее и уважительнее к природе, которая нас с вами окружает. И вышла обновленная Красная книга Амурской области. Заходите, изучайте, смотрите и познавайте природу нашей земли, нашего дальневосточного края, да, и Амурской земли. Потому что там действительно много всего интересного. Вот такая толстая книга, там столько информации, поэтому зайди хотя бы просто посмотреть на картинки. Ну а почему бы нет? Вам большое спасибо за то, что пришли к нам в студию, за то, что занимаетесь таким добрым делом. Еще два слова буквально, потому что вот это издание печатное у нас появилось в области благодаря тому, что благотворительная помощь была оказана транснефтью. Вот у транснефть, которая строит этот нефтепровод по нашей Амурской области, они не только, так сказать, вредят, но и участвуют в том числе и вот в таких проектах. И вот благодаря им мы 150 экземпляров смогли. Ну, я бы сказал бы не только им, но и благодаря редакционной коллегии, в которую вы входите. Хочу выразить всем большое спасибо за помощь в создании такой красной книги. И нашим телезрителям хочется сказать о том, что впереди у нас еще есть несколько важных новостей об Амурской области. Расскажут наши коллеги, журналисты, корреспонденты. Новости впереди, не переключайтесь. Новости впереди, не переключайтесь. Вся ее жизнь эта музыка девятиклассница Лиза не только играет, но и отлично поет с пяти лет. Она занимается в Центральной детской школе искусств. Вместе с хором детства девушка объездила практически весь мир. А с 2017 года Лиза входит в состав Всероссийского детского хора. Но самое главное выступление для нее прошло в Крыму, где с 31 октября по 5 ноября проходил конкурс «Большая перемена». «И Россия, как Аленушка, предстает во всей красе». Как рассказывает Лиза, такого предложения спеть от Владимира Путина она не ожидала и совершенно не готовилась. Слова песни сами пришли ей на ум. Я не ожидала, я даже не могла представить, что мне скажут «Лиза, спой, пожалуйста». И я встала, мои колени трясутся, сердце ушло в пятки. И на самом деле самое волнительное и самое важное выступление в моей жизни произошло совсем недавно. Все то время, пока шла прямая трансляция из Крыма, за Лизу здесь, в Благовещенске, в тысячи километрах от Артека, переживали ее родные, друзья, педагоги. Как рассказывает бабушка девушки Ирина Владимировна, когда смотрела программу, пила корвалол. А когда на всю страну показали ее внучку, не смогла сдержать слез. И даже сегодня женщина плачет, вспоминая тот день. И тут началось. Телефон у меня разрывается, я не знаю, кому отвечать, мне сын звонит, педагоги со школы звонят. А я хочу ей, я ей, я никому не отвечаю, я ей пишу. Ты такая молодец, ты все так хорошо сделала, ты прям ни за что не скажешь, что ты волнуешься. Она, баб, ну вы мне честно скажите, правда я хорошо тут на камере выглядела, ну и все. Всероссийский конкурс «Большая перемена» собрал лучших школьников со всей страны. Амурскую область на нем представило 14 ребят. Амурская область в Артеке! Каждый из участников прошел жесткий отбор организаторов этого мероприятия. Лиза покорила жюри своим творческим подходом. Для одного из этапов она даже написала стих, в котором сравнила современную молодежь с моделью глобуса. Такого совершенного и почти идеального. Мы будто глобус, шар земной, границ не ветаем, углов не знаем, препятствием предначертанных судьбой, единством, мудростью решаем. Как глобус, так же совершен, успешный в обучении основном. Участие в «Большой перемене» и общение с Владимиром Путиным для Лизы навсегда останется в памяти. Но жить прошлым девушка не собирается. Сейчас в ее планах поступление в Гнесинское училище, чтобы в будущем всерьез заниматься пением. Девятиклассница уверена, у нее все получится. Талант Благовещенке уже оценил президент страны. Юрий Камышный, Владимир Петренко, Амурское областное телевидение. Ну а вот и она, умница и красавица, которая пела для президента. Елизавета Долженкова сегодня в нашей студии. Лиза, привет, доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Лиза, ты занимаешься вокалом, как мы уже поняли все, да? Расскажи, как давно ты это делаешь и где? В каком учреждении, может быть, образовательном или коллективе? Я занимаюсь вокалом с пяти лет. Я ходила в городской дом культуры, в народный ансамбль «За бабушка». Позже, в девять лет, поступила в музыкальную детскую школу искусств имени Марии Федоровны к нам в Каминской, которой исполнилось недавно сто лет, мы отметили сто летие нашей школы. И вот уже я обучаюсь в ней восьмой год. В этом году я ее заканчиваю по классу хорового пения, да. Опыт большой у тебя, да, уже такой? Достаточно-таки большой, да. А что касается наград, наверняка у тебя вся комната в грамотах, дипломах, медалях, возможно. Какие есть у тебя награды? Самые ценные твои, может быть? Самые ценные, это, наверное, те, которые я заработала на всероссийском уровне, на международном. Вот буквально в прошлом году на выигранный грант международного конкурса «Детство на Амуре» я стала обладательницей гран-при. И на заработанный грант я отправилась в Италию на международный конкурс вокальный, где я стала лауреатом первой степени с моей руководительницей ведериной Татьяной Леонтьевной. То есть ты успела побывать в Италии? Да, я в прошлом году успела побывать в Италии с хором, также с нашим академическим хором детством. Я еще и в Африке побывала, и во Франции, и в Китае много объехали. Полмира уже объехала в столь юном возрасте. С каких стран еще там были участники? Кого вы выиграли, давай проще скажем, на кого вы победили? Обошли. Мы с хором, на хоровой олимпиаде соревновались со всем миром, с коллективами со всей нашей земли. И в 2016 году мы стали обладательными званиями чемпионами мира, что очень гордимся мы этим, и есть к чему стремиться дальше. То есть есть золотая медаль, чемпион мира? Есть золотая медаль, чемпион мира, да, и это звание у нас почетно носится в коллективе. А если об уровне говорить других участников, вот насколько сложно было с ними соперничать? Конечно сложно, это мировой уровень, тут просто даже не с чем сравнивать, потому что это все самые талантливые, самые поразительные коллективы, самые артистичные, у которых небывалый опыт за спиной, и действительно с ними очень сложно соревноваться. И здесь именно вот фортуна, повезет, не повезет, понравишься ты членам жюри, не понравишься. Ну вот одному самому главному члену жюри нашей страны, президенту, ты точно понравилась. Я вообще хотел бы узнать про смену в артыке, которая прошла не так давно. Как в целом? Чем запомнилось? Наверняка были, может быть, какие-то ограничения, из-за которых не получилось смене раскрыться во всей своей красе, но так или иначе? Была очень интересная смена, несмотря на все обстоятельства с эпидемиологической обстановкой, но в целом было очень интересно, были различные мероприятия и творческие, и научные, и в общем смена прошла очень интересно. У нас были различные творческие мероприятия, в основном это были концерты какие-то, это встречи со знаменитыми людьми, с известными, с артистами. К нам приезжали такие известные личности, как Машков, это эксперт нашего конкурса, он оценивал также наши проекты, то, что мы презентовали. И много таких встреч было, что очень сильно запомнилось каждому участнику. Вообще, кто мог из амурских ребят поехать в Артек вот в этот раз? То есть ты ездила с командой со своей? Я ездила, да, с командой у нас, с Амурской области, те ребята, кто прошли все этапы, кто прошел все удачно, они отправились вот на финал. И мы все, нас было около 14-15 человек, но было бы больше ребят, но в связи с коронавирусом, из-за семейных обстоятельств они не смогли поехать. А вот что касается проекта, который вы презентовали, который вы изучали, о чем вы рассказывали и что у вас был за проект? О современном искусстве будущего мы, конечно же, рассказывали. Так как у нас было направление творить, то, соответственно, и проект у нас был творческий. Мы искали к нему наиболее творческий подход, который будет охватывать более масштабное количество людей. И наш проект заключался в том, что мы создали такое образовательное учреждение, которое будет считаться комплексом, где будут функционировать все сферы деятельности. Это и художество, и музыка, и 3D-принтер, 3D-печать, все в этом роде. Все, что сейчас у нас развивается и набирает какие-то обороты. То есть это некая модельная школа получается? Да, это какой-то комплекс специальный. Пока что мы его разрабатывали, естественно, для среднестатистического малонаселенного города. Но позже, если он заинтересует людей, то он будет развиваться и уже будет в городах-миллионниках. Что представляли другие ребята, так чтобы сравнить? Были различные проекты. Кто-то представлял также какие-то комплексы, но они были уже оснащены по-другому, другим оборудованием, каким-то другим подходом. Кто-то представлял какие-то голограммы, кто-то представлял именно какие-то презентационные проекты. Ну, в общем, разнообразие здесь, именно как вы видите, как ваша фантазия работает. То есть уровень там тоже был очень высокий? Очень высокий уровень. И знаете, я вам скажу, что это была не конкуренция. Мы здесь были все как родня, какая-то семья уже, ну, столько полгода мы, считай, сражались. Здесь полгода мы делали проекты, работали над ними. И когда мы уже встретились на финале со многими ребятами, то мы уже близко себя ощущаем, как будто знакомы сто лет. Слушай, наверняка такие смены, они как-то вдохновляют, с учетом того, что столько единомышленников, людей, которые мыслят в одном и том же направлении с тобой. Со многими вы общаетесь, допустим, с ребятами из других городов или регионов Дальнего Востока? Ну, лично я общаюсь со многими ребятами. Это и Приморский край, Владивосток, Дагестан. У меня очень хороший друг живет в Дагестане. И мы общаемся по сей день очень хорошо. А у вас нет такого, что вы планируете куда-нибудь вместе поступить, да, через пару лет в университет? Сколько я знаю, ты сейчас учишься в девятом классе. Да. После одиннадцатого, да, куда-нибудь поступить вместе в какой-нибудь престижный вуз. О таком вы общаетесь с ребятами? Ну, дело в том, что у нас разные специальности, разные сферы деятельности. И если, например, Даниэл из Дагестана занимается медициной, интересуется этим, то я занимаюсь творчеством. И я хочу поступать по вокальной сфере деятельности, а он, естественно, по медицине. То в этом у нас различия есть. Но при этом все равно очень интересно узнавать что-то из другой сферы деятельности и ему, и мне. Поэтому очень так интересно все-таки общаться. Ну, теперь к самому главному перейдем, то, что многих интересует. Как получилось так, что из нескольких сотен, можно сказать, ребят, именно ты смогла спеть для президента? Честно сказать, это получилось совершенно спонтанно. Я об этом даже не знала. И мне перед мероприятием, перед этой конференцией подошла Ксения Разуваева и сказала, ты сможешь завершить встречу? У нас будет встреча сейчас с президентом Российской Федерации. Ты сможешь завершить ее? Сказать там пару слов о себе, о том, чем занимаешься и что для тебя, в принципе, значит конкурс «Большая перемена». Ну, естественно, я согласилась. Как можно отказаться от такой возможности? Волновалась? Я очень волновалась, у меня такое было состояние эйфории, что, я не знаю, я, наверное, до сих пор не отошла от этого. И, ну, никто не знал о том, что меня попросят спеть. Я даже не могла представить, что мне будут задавать какие-то вопросы конкретизирующие. И когда мне говорит Владимир Владимирович Лиза, у вас в руках микрофон, спойте, пожалуйста, хоть немного. Я очень растерялась, я сразу начала вспоминать какие-то свои любимые песни. И думаю, у меня был выбор между моими двумя любимыми песнями. И я думаю, все-таки та, с которой я живу уже очень давно, с 2017 года, я думаю, она о родине. У меня все песни о родине. Я думаю, ему очень понравится. Это был правильный выбор, потому что, как мы все видели по реакции, ему действительно понравилось. Ну, не только ему, но и всем нам. Ну, я, наверное, пользуясь случаем, хочу почувствовать себя немного президентом. Лиза, у вас сейчас петличный микрофон на плачушке. Можете, пожалуйста, для нас чуть-чуть попеть? И вот опять все спонтанно. Если первую песню мы уже слышали, может быть, для нас и для наших зрителей в качестве эксклюзива мы исполним вторую песню. Можно вот у нас специальная даже камера есть отдельная, вот можно обратить внимание, исполнить на нее. Давайте, да, поаплодируем как-то, да, может быть, поддержим. Настроиться нужно. Давайте, получится. Побегут в моря воды вешние, зацветет земля, сердце радуя. Ах, ты, Русь моя, песня нежная, сторона моя неоглядная. Ах, ты, Русь моя, песня нежная, сторона моя неоглядная. Браво. Я какой-то кон немножко, даже если обратить внимание. Вау, слушайте, ну это очень классно. Ты большая молодец, давайте еще раз поаплодируем. Начало дня, очень доброе и красивое. Дорогие друзья, на этом наше утро подходит к концу, но, как я считаю, мы встретили его достаточно бодро и весело. Мне кажется, правду говорят, доброе утро приносит, добрый день. Вот пусть он у вас таковым и будет. Для вас сегодня в студии работали Екатерина Рожкова и Алексей Римон. Берегите себя и до новых встреч. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!